Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит. Я начну и вас буду знакомить сегодня с Зоей. Зоя первый раз на канале Рыбакит и решила она порисовать. Позвонила мне по скайпу. Нашла она меня, кажется, в инстаграм. Привет! Привет! И начинаем. Сегодня кого мы рисуем? Русалку. Русалку. Ты сама выбрала русалку? Да. Ну, давай тогда начинай, рассказывай про себя немножко. Ты можешь уже начинать рисовать. Вот так вот прям листик положила, вертикально, как у тебя, и не рисуешь. Ты рисуешь карандашом сегодня, правильно? Да. И у меня есть такие же, как у тебя, примерно такие, как это называется, у тебя краелы, да, такие маленькие мелочки, да, такие цветные. А у меня просто восковые мелки. Я их нашел специально и буду с тобой рисовать, давай. А ты рисуешь русалку, которую ты выбрала, и я ее тоже нарисую, мы одинаково нарисуем, я постараюсь так. Да, но вообще-то я начинаю с лица. Я тоже начинаю с лица. Начинаем с лица. Я с головы, я бы так сказал. Начинаем с головы. И пока мы будем рисовать, давай сначала ты, наверное, набросай, как она выглядит, потому что это займет у тебя время, как бы, и... Как бы такое. Немножко сложно. И я начну разговаривать, да, а ты потом, когда уже закончишь набросок русалки, тогда ты нам расскажешь про себя побольше и расскажешь, что бы ты хотела рассказывать, почему бы ты хотела это делать и так далее. Давай. Хорошо. Хорошо. расскажешь. Во-первых, у тебя классное имя, мне оно очень понравилось и, ну, не так часто оно встречается, да, такое необычное имя твое, да? Ну да, ну и что ли? Я еще, то ли в прошлом годе, ну, не помню, я в каком-то там году, оно уже было прошлое, ну, связанное себе волосы. Ну да, ну, очень мне нравится твое, как бы, твое имя. Оно необычное. Я никогда не видел девочку Зою, потому, ну, как бы, никогда не видел человека, который, я читал книжки про Зою, там, еще где-то я встречал, ну, настоящую вот так вот, чтобы не видел. Так что это большой тебе фред. Очень необычное имя. Расскажи про себя, сколько тебе лет? Потому что, мне кажется, это самое интересное, когда другие девчонки, мальчишки смотрят, они всегда интересуются, сколько тебе лет, как ты учишься, где ты учишься, почему ты там и что у меня. Вообще-то мне восемь лет. Восемь лет. Восемь лет, отлично. Восемь лет это уже большой человек, уже большой, он знает, что он хочет почти, что, да? Угу. И что еще? Расскажешь про себя. Ты учишься в школе, я знаю, ты учишься в большом классе сразу, не в первом, не во втором, а сразу... В четвертом. Сразу в четвертом. Вот никогда я так не знал, что так можно делать, но, видать, видно, можно так, сразу в четвертом. Ну, здорово. Ты можешь еще поподробнее рассказать про себя, к примеру, что ты любишь, к примеру. Я знаю, ты очень классно рисуешь и много мне показывал своих рисунков, несколько рисунков я видел точно, и я видел, как ты меня нарисовала. Да. И это было очень здорово, мне очень понравилось. Спасибо тебе большое, что... Да, да, да. Так, мне было немножко смешно, когда я увидела, как, ну, она делала рисовать. А, как ты тебя нарисовала черным? Да, да, да. Ну, ты меня гораздо лучше нарисовала. Так, я прям красавчик был, я тебе скажу, прям, лучше, чем в жизни, ну. А почему, расскажи, мы выбрали русалку? Тебе нравятся русалки? Ну, вообще-то да, мне нравятся русалки, во-первых. А во-вторых, я просто люблю, ну, люблю красивые картины рисовать. Ты выбрал очень сложную картину, я тебе скажу, ты выбрала картинку такую, которая сложно нарисовать с первого раза, и так, надеюсь, у нас получится. Я не вижу... Ребятам я скажу, кто смотрит канал, что я не вижу, что рисует Зоя, а она не видит, что я рисую. Но мы видим одну картинку и рисуем примерно одно и то же, ну, как у кого получится. Я стараюсь нарисовать попроще. Сейчас мы рисуем карандашом. Рассказываем дальше про Зою, что-нибудь такое интересное. Зоя, я понял, ты хотела бы что-то еще нарисовать и думаешь, чтобы в следующий раз еще динозавров нарисовать, да? Ну, вообще-то да. Динозавров. Я тоже люблю динозавров, но я знаю, что динозавров, наверное, больше любят мальчишки, да, наверное. Динозавров. 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 Что мы сегодня рисовали? Кого? Мы рисовали русалку. Мы взяли очень сложную работу, ребят, и в конце пути мы нарисовали такую. У меня получилось. Мы использовали простой карандаш и восковые мелки. Зоя выбрала сама работу, позвонила мне по скайпу, мы с ней договорились, она записала свое видео. У нас получилась очень сложная работа, она выбрала самую сложную русалку, суперкрасивую. Я думаю, у тебя, Зоя, хорошо получилось и у меня. Я, если вы, ребят, нарисовали тоже свою русалку, то присылайте в инстаграм, рыбакит поприсует, легко найти. А что ты передашь, Зоя, другим ребятам, которые смотрят твой видеоролик? Я передам очень спасибо, что они будут меня смотреть и я очень рада, что у меня будет свой канал. Очень здорово, если у тебя будет канал, мы обязательно подпишемся и расскажем другим ребятам. Ты можешь приходить на канал сюда, рассказывать про свой канал, чтобы ты там снимала, рисовала или там другими вещами занималась. Ну, про свою жизнь рассказывала. Ну, давай тогда клади рисунок, чтобы ребята видели. И тогда мы говорим, стоп, выключаем твой ролик, запись и мой ролик выключаем запись. Ты быстро-быстро стараешься еще подрисовать море и океаны. Папа, ну что такое? Можно хоть чему-то вписаться? Отлично получилось, отлично. Клади ровненько. Сейчас ребята увидят это все. Ну и давай прощаться. Спасибо, что ты приходила, Зоя. Приходи еще. Давай в следующий раз что-то очень простое, чтобы не долго рисовать, а быстро. Знаешь, такое занятие у нас будет, например, нарисовать на раз-два-три, к примеру, за одну минуту. Это будет здорово. Это такой, знаешь, челлендж будет. Нарисовать за одну минуту. Давай. Давай. Ну что, прощаемся. Пока. Давай за сот минут вы тогда нарисуем. Пока.